Сейчас вы видите перед собой самых бодреньких, энергичных, ну что там скажешь, оптимистов Лиги Смеха, людей, которые считают, что они победят 100%, ну 50 на 50. Один вопрос, сивохой работает, как оно вообще? Тяжело, но почетно. Нам понравилось. Так же бодро и весело отвечают ребята, готовятся к выступлению. Кого будем благодарить? Снова сюда. Мы хотим поблагодарить наших родителей, наших друзей и самый теплый Одесский зал. Молодцы! Спасибо родителям за талантливых детей. Удачи, ребят! Давайте, победу! Добрый вечер! Уважаемые жюри, тема игры — розыгрыш и первое апреля, то есть по сути юмор. Знаете, мы как знали, у нас прямо все в тему. Только вот где наш специально приглашенный актер Роман с подарком для нашего тренера? Так, Рома, стоп. Ты что, пол торта съел? У тебя что сегодня, день рождения? Можно подумать, я только в день рождения жрать хочу. Ты понимаешь, что это был подарок от всей нашей команды? Ой, спасибо. Да не тебе. Ладно, делаем вид, что так и надо. Итак, встречайтесь, Сергей Анатольевич Сивоха! Подождите! Вы куда? Ну, ребят, если честно, я не знаю, чем вам могу помочь. Как это не знаете? О, а я думал, хуже Потапа никого не может быть. Подождите, вы нас, наверное, разыгрываете. Да нет, ребятишки, поймите, я старая школа. А, типа нам сначала на ремонт надо скинуться? Нет, типа это мой такой тренерский метод. Научиться можно только на своих ошибках. Что он сказал? Сказал, что Гонтареву тренировал. Сергей Анатольевич, ну давайте вы хотя бы просто вот здесь постоите, а мы все сами сделаем. И ничего не делать, да? Ну ладно, ничего не делать, это я могу. Точно Гонтареву тренировал? Давайте попробуем. День рождения в очень бедной семье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как вам наш маленький розыгрыш? Ничего умней придумать не могли, да? Ну мы и до этого не сразу додумались. Я смотрю, вам реально помощь нужна. Пойду готовиться, ну а вы стартуйте пока. Проницательный зритель наверняка понял, что сегодня мы будем говорить о розыгрышах. А лучшее место для розыгрышей это детский лагерь. Конечно, если вам не попадется вот такая вожатая. АПЛОДИСМЕНТЫ Да заткнись там! Здравствуйте, дети. Признавайтесь, кто намазал дверную ручку зубной пастой? Я. На, чисти зубы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Входят слухи, что в лагере кто-то употребляет алкоголь. АПЛОДИСМЕНТЫ Если я только узнаю, кто меня сдал... АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь повторим девиз отряда. Наш девиз вновь со второй на третье. Надежда Ивановна была с нами в отряде, и каждый из нас сможет это подтвердить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это сойдет. И еще приедут из администрации, и будет проверка тумбочек. Ура, у нас будут тумбочки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, ты не идешь. Намечается махач с местными, нам там танцоры не нужны. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, а когда мы пойдем на речку? А вам лишь бы поплавать. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам бы вещи постирать. Я смотрю, вы осмелели. А это значит, что пришло время для страшных историй. Одна девочка очень сильно опоздала в школу на 40 лет. А один мальчик кушал кашу за маму, за папу, за дедушку и за бабушку. Поэтому его родные голодали. А другого мальчика в детстве укусила собака, и ему сделали прививку. Через неделю его укусила другая собака, и ему снова сделали прививку. Через год он умолял собаку кусить его, потому что ему нужны были эти прививки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как, страшно? Да! Вот и хорошо, пойду в свой отряд. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть продукты, названия которых даже звучат как розыгрыш. Например, Житомирский виски, Ильичевский пармезан, Жмельинский чай. А ведь когда надо рекламировать Жмельинский чай, это невозможно сделать честно. Жмельинский чай Его нужно запивать водой. Жмельинский чай Его лучше курить. Жмельинский чай Чай с привкусом соли от слез работников завода. Жмельинский чай Заваривают зажигалкой в столовой ложке. Жмельинский чай Дочка шуршит и пытается выбраться из коробки. Жмельинский чай Не отражается в зеркале. Жмельинский чай Заваривается столько, сколько посчитает нужным. Жмельинский чай Сам себя разносит в поездах. Жмельинский чай Жмельинский чай Жмельинский чай Подкрался незаметно. Жмельинский чай Жмельинский чай Если однажды попробовать Жмельинский чай Шанс подарит судьба С тобой непременно случится Величита Как вы поняли, наш спонсор чай Одесский Мы не знаем, розыгрыш это или нет, но на Одесской киностудии найдем свой вариант сказки «Маша и три медведя». Пап, может в этот раз не вернется? Я надеюсь. Пап, может в этот раз не вернется, но на Одесской киностудии найдем свой вариант сказки «Маша и три медведя», «Маша и три медведя», «Маша и три медведя» «Маша», то есть «Мария Анатольевна». У нас к тебе есть вопросы. Кто спал на моей кровати? Да, а кто спал в моей кровати? Слышите, вы же муж и жена. Вы почему до сих пор спите отдельно? Знаешь, мы подумали, и мы хотим, чтобы ты ушла. Ну вы даете, ребят. Если я уйду, вы же без меня пропадете. Это я вам обещаю. А ты не думаешь, что тебя в городе ищут? Я не думаю, я знаю. Чего вы думаете, я в лесу хоронюсь? Нам здесь всем вместе слишком тесно. Малой, уши закрой. Тебе лучше этого не слышать. А давайте малого выгоним. Ты нам надоела. Уходи от нас. Опа! Сейчас, по-моему, кто-то забыл, что вас вначале четверо было. Весь лес хочет, чтобы ты ушла. Блять, лес? Это что, получается, меня никто не любит? У меня нет друзей? А теперь еще и из дома выгоняют. Да-да, ты все правильно говоришь. Вы забыли, что я женщина. Господи, это еще и женщина. А я же говорил. Так, все, я все поняла. Я ухожу. Эй, что ты делаешь? Ладно. Уйду так. У меня один вопрос. Почему она от нас в спальню ушла? Ё-моё, ружье. И мы бы хотели еще раз пригласить на эту сцену Сергея Анатольевича Сивоха, нашего тренера. Ну вот, а вы говорили, не знаете, чем нам помочь. Спасибо вам. Серьезно? Да. Спасибо. Конечно. Серьезно, спасибо. Просто спасибо и все. Ладно, ничего, расслабься. Потом занесете. И давайте подытожим. По-настоящему разыграть друг друга могут позволить себе только люди, которые стали настоящими друзьями. Сергей Анатольевич, что это у вас здесь? Оп! А-а-а! 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 Ну и меру нужно знать. Для вас работали Сергей Сивоха. И два капитана 1955. Спасибо. Супер! Два капитана 1955. А-а-а! Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»